Всем привет, с вами Розы, в Nightcrow. Немножко по обновлениям, как дела у моего персонажа, вообще как игра, то делаем, куда стремимся. Два события. Это мы вот сюда нажимаем. Одно донатное, второе бесплатное. Всем золотком, получение опыта, финальная награда, обделка. Ну а это надо специальный покупать. Надо за 20 долларов брать пак и тут будет вот такой вот билетик. И также гача по 11 раз. Две гачи по 11 раз. Четыре гачи по одному разу. Билетик, мили. И тут рандомные предметы могут выпросить. Идем дальше. Также добавляются миссии. Тренировка со снаряжением. Тут ничего сложного. Разобрать, усилить, подделать снаряжение. Получаем доп. награды. Поддержка создания. Победить монстров в полях, победить в подземелье, в спецподземелье. Вот это в спецподземелье. Это нужно туда ходить, чтобы получать эти мешочки. Вот сюда нужно ходить. Потому что за монетки как бы в гильдии нужны. Покупку книг. Также на профу там вот этот высший знак покупается. Помощь в создании. Создать предмет. Победить монстров в арене. Идем тоже свитки получаем. Купить расходники. Зелезы. На арену сходить. Ну там ПКш от ПСС. Я там был на какую-то пачку собирать. Бонус на землях процветания. Вот это да. Земля процветания увеличена золотом. И выпадение мешочков. Золотым песком, я так понял. Ну тут я таких мешочков не вижу. Алюминиевым золотом. Может вы напишите. Напишите. Подсказывайте дяде. В локациях 36 уровня и выше будут выпадать вот такие вот граальчики. Которые можно продавать. И также они нужны для создания вот таких вот вещей. Крафт можно качать на каждую профессию. Какую-то вещь может кто-то делать. Нет большого успеха. Мы можем кому-то заказывать. Да, к примеру. Это будут заказы. На сервер 10 видим. Каждый игрок может сделать. И они идут в временную коллекцию. Вот с ботинками, да, чисто закрыть. Защита снижения до июня. Прикольно. В плях выпадают такие граальчики. Их будут скупать первое время. Видим, средняя цена. По 80 продавались. Я вот встал, стою. Сколько я уже стою. Ну может часок и не выпил еще ни одной. Ну у меня киллрейт слабый. Я тут вообще не стою. Просто стал так постоять. Посмотреть. На поле битвы какой-то. Период мероприятия. Золото увеличено. Тоже, ребят, подскажите, пожалуйста. Классный обзорчик. Сезонный абонемент. Будет добавлен новый пропуск. И он как бесплатный, так и можно покупать платные. В бесплатном, да. Всякие обделки, точки. На выбор. Амулет. И финальная награда. Обделка артефакта. Ау, очень круто сделали. Перемещение в квесте. Теперь набираем кучу квестов. И вы перемещаетесь не с воздушного шара. А вас прям телепортирует на спот. То очень удобно. Так, по обновлению все. Давайте мы вернемся обратно в свою гильдию. Ребят, тушечки апнулим. Приказы. Пока не могу приказы делать. Давай повставляем. Тридцаточку, хоп. Я в другой гильдии нафармил. За счет приказа очень быстро, я думаю, качнем. Кто-то сбежал у нас. Нашего корабля. Да, второй левел. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Приказы открылись и уже прекрасно. Там видел стример какой-то, говорил. Типа, тут много мармелада. Но я не понял, где, чего, где пожертвовать. Ты можешь пожертвовать, да, Марион? Второй левел, да. Получение опыта. Круто. Особенности надо вот эти вот сюда. Короче, 23к и мы на жетончики. И также на книги, да. Первые книги, которые там в районе 100 тысяч монеток стоят. Чтобы открыть, нам идти, исследовать материал создания. Мы открываем, чтобы покупать у гильд торговца. Я предполагаю, аппаем кодекс. Половина 42 уровня. Качаемся. Фармим. Как я иду в соло игру, то я буду брать реанимацию. Это крутой скил, который автоматически будет меня хилить. И также он крут, тем, что когда я возьму второй класс, вот где он, реанимация. Я могу его апнуть, потому что он будет срабатывать чаще. Ну, хилить меньше, но срабатывать чаще. На 20 секунд и хилить по 500. И затраты МП тоже увеличатся. Но, так как он раз в 40 секунд срабатывает, то, думаю, что это не очень повлияет. Также нужно двигаться в направлении второй профы. Вышотаете монстров. Будете чаще это делать. Там не доп урон 30%, то, что может полететь монстра. Да, у него осталось там просто с руки, он умрет. А вы можете всадить такой скил. Очень плохой класс. Наверное, для фарма. Ну, не знаю. В целом, скилом, да, когда появится хил, он преобразится. Можно там пойти на арену, да, ставить вот сюда. Тут он тоже неплохо бьет мобов. 1800 опыта падают с мобов. И также, если мы посмотрим, у каждого моба есть шанс выпадения вот этого высшего жетона, который нужен на квест, да, на 45 уровень. И также вот эти, жетон продвижения, я ни разу не видел, хоть он должен выпадать. Мы посмотрим. Жетон продвижения с обычного монстра, но что-то ни одного не выпало. Знаки продвижения падают, да. От жетончика нет. Как у вас успехи, пишите. Опа, подгон. Не идет в коллекцию. Я понял. Говно. Гильдия, ребят, вступайте в гильдию, чтобы делать поручения. Открываются три вида поручения. Первое поручение у нас идет с биржой. Второй вид поручения это на арену со шмотками. И первый вид поручения это с пушками в полях убивать монстра. Это подземелья, арена и поля. Очень круто. Делаете там квесты по 800 мобов. Не важно куда, ну кроме арены. На арене очень сложно сделать квесты на 800 мобов. У вас там зрение фулиганы лишат. Открываем. Не факт, конечно, что будет всегда вести. И выпадают вещи, которые мы можем вставить в коллекцию. Можно таким путем рассматривать. Это хламца много насобиралось. В целом качаемся, развиваемся. По скиллам ничего нового. Я тут пару часиков еще постою. Агральчик не будет так падать. То есть вообще не будет падать. В целом игра нравится. Фармим, гриндим, собираем. Там, к примеру, вот я хочу купить клан гильдии. Это в будущем. Вот такой скилл, который мне поможет там фармить лучше. Снижает время перезарядки на 20% на 15 секунд. Каждые 40 секунд автоиспользования. Потом мы видим аналогии с линейкой. Вот такой крутой скилл. При попадании атакой с определенным шансом наносит доп. урон. Вообще не как в линейке 2 мобайл у арбам вспышка ауры, да? Франкенштейн и мморпг, но он неплохой. Над игрой работают, кого-то банят. Также переходи по ссылочке в описаниях под видео. Вводи код гамрозе решетка 9269. И получай награды, которые я буду раздавать. Всем пока.